Славянская радио Всем здравия! С вами Народная Славянская радио, Алексей Орлов. Сегодня по одному из современных календарей у нас 25 апреля 2017 года, вторник. По одному из старинных 14 дней месяцев посевного речения 7525 лета, третийник. Начинаем живой эфир, посвященный теме «Четыре веры в Россию». Автор-сказитель, многим хорошо известный Юрий Вениаминович Гомонов. Здравия Вениаминович! Здравствуйте! Тема достаточно интересная, тем более в анонсе указано, что будет разложено все по полочкам. Наконец-то будет все расставлено по своим местам и станет понятно, почему все так происходило. И поэтому я так встановлюсь в сторонку, предоставляю уже микрофон, для того чтобы ты мог уже все подробно рассказать, разложить. А вот дальше, когда будет закончено вот такое вступление на часик-полтора, доклад, то в этом случае тогда мы уже перейдем к обсуждению темы, будем привлекать тех, кто нас слушает, к заданию вопросов из чата Народнославянского радио и из канала Ютуб. Будем эти вопросы и реплики обсуждать. Поехали! Ну, разрешите представиться, ну, в общем-то, Юрий Гомонов, донской казак, член Союза писателей и глава ведического сообщества «Млечный путь». В свое время, скажите, меня заинтересовал вопрос, очень серьезно, еще в мои молодые студенческие годы, что происходит с моим народом. Почему такие скачки, то христианство, то коммунизм, то еще какая-то хрень? Почему такие резкие переходы? И почему так много крови и беды? Что случилось со всеми нами и когда именно это случилось? И со студенческих лет я стал очень серьезно заниматься историей моего народа. И с годами я все ближе-ближе подходил к осознанию того, что, собственно, произошло. И в настоящее время картинка у меня сложилась. И этой картинкой, своим представлением о том, как развивались события, и исторические, и религиозные, что, зачем шло и к чему это приводило, я сейчас попытаюсь вам рассказать. Но начну немножко со своего личного опыта. Собственно, как я ко всему этому пришел. Родился я в семье коммуниста, был атеистом, не верил ни в Бога, ни в чёрта, ни в душу, ни во что. Считал, как нормальный атеист и комсомолец, что вот есть одна жизнь. И как проживешь, так проживешь, в принципе. Главное, оставьте себе хорошую память у людей. Ну, это ты удастся. И больше тебя не будет. И жил я с этим состоянием достаточно долго. Ну, в какой-то момент, когда я уже был достаточно взрослым, мне было где-то уже 30 лет с чем-то, 31 или 32, не помню точно, я шел ночью мимо храма в Ростове. И почувствовал, что я один во всей Вселенной, что нужно с кем-то быть. И в этот момент я ощутил то, что называют христиане нисхождение Божьей благодати. Я в первой жизни почувствовал энергетический некий поток. Он был очень комфортным. И тогда у меня возникло желание и интересы изучать Библию. И к тому времени я уже был женат. У жены была хорошая Библия академического издания, не РПЦ, а именно Академия РАН. Их перевод очень хороший. И мы с женой вечерами садились на кровати, читали Библию, читали, читали. Но что-то мы читали, на какие-то моменты возникали вопросы. И сказал Господь иудеям, пойдите к египтянам и попросите у них золото и серебра. Я не спрошу на них благодать, и они вам дадут. А ночью вы уйдете, и так вы их обберете. Вот такие фрагменты. Когда Бог, свой богоизбранный народ, еще в Египте учит воровать. Сначала я такие фрагменты пропускал мимо ушей. Думал, что-то я не понимаю. Читаю раз, читаю два. Ветхий Завет и Новый Завет. В общем сложности я прочитал, так сказать, Ветхий Завет где-то пять раз с карандашиком. А Новый Завет раз двадцать, наверное. И в какой-то момент эта книга вызвала у меня глубочайшее омерзение. Столько злобы, ненависти, столько крови, сколько превознесения одного народа над всеми другими, сколько зазнайства национального и так далее. И плюс к тому, ко мне пришла книга Фриде Ханитши. Она пришла как-то вовремя, я ее прочитал и она исчезла. Она называлась «Антихрист», «Антихристианин». Этот убийственный анализ христианства очень точный, очень справедливый. И меня, в общем, доконал. И после этого я более не интересовался христианством. Но вопрос о Боге появится. Я ведь понял, что что-то должно же быть где-то. И не имея на это вопрос ответа, я стал заниматься йогой. Тогда Московский институт Арсантема, он и сейчас действует в Москве, находится, открыл школу, это она называлась «Школа русской йоги». Само название удивило, я слышал, я интересовался йогой, я даже немножко и занимался еще в студенческие годы. Учителей не было. Все было кустарно. Я стал активно заниматься йогой. А в йоге, в Нияме, есть такая заповедь. Ишвара Пранифхана. Восвящение плодов своих трудов Богу. И вот тут я опять задался вопросом, о каком же Богу мне посвящать труды свои. Начал выбираться в религиях. И вдруг стал понимать, что все религии в России импортные. Иудаизм, христианство еврейское. В общем-то, ислам тоже из того же источника, это аврамийские культы. Кришнаиты какие-то. И куча всего. Особенно, когда в 90-е мы ворота свои по дурости открыли. К нам дом хнулось всякой твари. Не по паре, а много. И вдруг стало понятно, что русскому человеку и пойти-то никуда. Пробовал работать с индийскими богами. Прекрасная религия. Очень интересная, очень глубокая. Индуизм. Очень глубокая, очень интересная. Но она-то, в общем-то, ихняя. Она очень родственна нам. От одних вед идем. Религия Веда была написана в межредниковый период на территории Восточной Европы. Имеет наше происхождение. Но там-то она потерпела очень большие изменения, вся эта наша древняя религическая вера. И что-то у меня не ладилось. И в какой-то момент, не помню, чем занимался, вдруг пришло ясное сознание, что нужно к своим-то богам пойти, а не чужих искать. Это было как озарение. И в этот момент возникла такая картинка, я чётко увидел три пары богов. Это были Велес, Макош, Перун, Сварох, Лада, Леля. Вот это три пары, шесть брестлов. Чётко я их увидел. Я даже понял их имена. Йога, она даёт возможность определённые видеть тонкий план. И к тому времени уже десятилетняя практика йоги, она мне помогла в этом плане и ориентироваться, и ясно увидеть путь, и ясно увидеть богов. Мы всё на вере живём. А вера, она далеко не доводит. Нужно знать и видеть. Это был мой первый реальный контакт с русскими богами. Я их запомнил, потом их зарисовали. И с этого момента я стал очень активно интересоваться именно нашей родной верой. Я стал читать много литературу на эту тему. Я стал искать или сподвижников, или хотя бы сообщников. Но на тот момент информация была достаточно не на слуху. И возникло жуткое ощущение, что вообще-то я один этим занимаюсь, больше никому не нужно. И какое-то время я и был один. Не было ни помощников, были мои ученики, которые мне, в общем-то, помогали и тоже заинтересовались этим путём. И потихонечку мы пошли вместе. И, само собой, куда мы, в первую очередь, пришли к тому, что осталось в нашей литературе, к тому самому солнечному язычеству, с солнечными богами, со свастиками, со символом солнца, ну и всё прочее. Поначалу, так сказать, я очень сильно увлекался этой темой. Ну, понимаете, я кармический целитель. И если у человека есть проблема какая-то, она всегда имеет причину. Люди не болеют беспричинно. Всегда есть какие-то причины того, что с нами происходит. И у меня возник вопрос, а почему же и уже мы так были такие хорошие, проиграли. И вот тут-то стало понятно, что. Вот есть такой древний медический принцип, что почитаешь, качество того и приобретаешь. В Упанишадах сказано, что тот, кто почитает Луну, пища того не иссякнет. Тот, кто почитает Солнце, будет великим проявителем и воином. И что тут стало понятно? А у человека есть чакры. Иногда говорят, что это чисто индийское. Индийское. Да нет, ребят. Это общеарийское знание. Есть рисунки знахарей России. Там точно указаны эти центры. Они по-другому называются. Называются родничело. Другие называния. Но смысл тот же самый. И у нас есть чакры Луны. Это Муадхара, Манипура и Аджина. Муадхара дает человеку что? Кровь, пища, продолжение рода. От Муадхары зависит наличие дома, наличие способности прокормить свою семью и рождение потомства. Манипура это чакра самоутверждения и чакра воинская. Это умение защищать свою территорию. А Аджина это определение вектора развития. Это определение пути. И вот эти центры, три центра у всех солнцепоклонников были очень сильными. Но проблема солнечных людей была в чем? В том, что они всегда говорили правду. Титаны были детьми солнца, славяне были тоже детьми солнца, и славяне и титаны никогда не лгали. Персы, они были тоже солнцепоклонниками, и греки удивлялись до какой-либо степени у древних персов большое значение имела правда. У скипов самым страшным отскорблением было предатель дружбы или обманщик лжественный. Потому что эти люди никогда не лгали. А вот люди лунного культа шатхисхана это способность финансового преуспевания, это деньги. Анахата это любовь, творчество. Вишуха это память лунной чакры. И что получилось? Лунно-поклонники развивая свою лунную природу, были сильны в чем? В финансах, в творчестве и имели хорошую память очень долгую. А воины, солнцепоклонники имели землю, могли ее защитить и с помощью знаний, с помощью аджина могли много понимать, много видеть. В этом плане очень показательны два народа это русские и евреи. Евреи лунно-поклонники, а русские солнце-поклонники. Вот берем русского человека, русскую историю. Младхара, солнечная чакра, связь с землей. Земли у нас, извините, неприлично много. Дальше. Манипура, воинская чакра. Русские это лучшие воины в мире. Мы победили все. Далее, аджина. Это чакра, которая отвечает за способность к новым мыслям, знаниям, новым открытиям. Подавляющее большинство изобретений XX века были созданы или русскими, или выходцами из России. Тоже радио, тоже телевидение, тоже компьютер. Это все было создано русскими или выходцами из России. Но чего всегда нет у русских? У русских всегда нет денег. Это с Фатхисхана лунная чакра не развита. А у русских религия любви и христианства заимствована им ее дали евреи. У русских очень короткая память. Историю нам написали немцы, поляки, евреи, шеврин. И до сих пор мы не можем вырваться из этого исторического ада. То есть сильные солнечные чакры дали нам великую территорию, великую историю, великие знания, но не дали ни денег, ни памяти, ни своей религии. Берем евреев, у кого все деньги? У евреев. Берем дальше, сказать, кто создал религии все эти, христианские, все прочее, иудаизм, ислам, христианство? Евреи. Кто пишет историю всему миру? Евреи. Но у кого нет земли? У евреев. Какой народ вечно бит по мордасам во всем мире? Евреи. Кто берет чужую идею, на ней зарабатывает? Евреи. Русские умеют создавать инновации, а евреи умеют сделать из них инновации. То есть русский может изобрести, но в силу того, что он не наработал в себе лунные центры, у него не получается на этом заработать. На нем, как правило, зарабатывает кто-то другой на его идее. И что получилось? Когда мы активно и много столетий исповедовали чисто солнечное язычество, мы утратили иммунитет против лжи. Бог Луны это бог воров, мошенников, торгашей и всех интеллигентов, как добавил Владимир Демин, есть такой писатель хороший исторический доктор наук. А бог Солнца это бог воинов. воин он всегда беззащитен против лжи. Одни в Чечне воевали, другие воровали их боевые деньги. И на этом сделали большие состояния. Понимаете? И что получилось? У нас на Руси слово увидели. И когда пришли проповедники из-за океана, вот их Владимир провел на Русь, они сказали, вот мы вам принесли Христа. А что за Христос такой? Да вот такой, такой. Так это же сын дашь бога решили наши жильцы и приняли его в пантеон. Но они не поняли, что приняли кукушонка. До Никона на Руси было двоеверие. Эта новая вера методично и целенаправленно выталкивала всё русское из русской духовной культуры. А Никон уже закрепил чисто византийское христианство, изъяв из храмов всё то, что относилось к русскому язычеству, к русскому ведизму. И чудинно пишет, что до Никона в этом храме стояли места молений и Христу и языческим богам. А потом богов языческий просто выкинули. Почему? Да потому что солнечный тип людей всегда не готов к новому уровню подлости, к новому уровню лжи. Чем из речи? Вот. И вот когда я понял почему мы проиграли, а проиграли мы потому, что наша система была нецелостна, она была половинчата, мы были неспособны различать ложь и подлость, мы как Святослав объявляли всегда мы идем на вы, иду на вы. вот. И точно так же как титаны, которые никогда не лгали, не лгать не умели вообще, они не понимали зачем. Лжу только слабый, сильный не лжу. Вот так получилось, что наша религия проиграла, потому что она была неполной, потому что она была не защищена от лжи. и так получилось, что в дальнейшем в России на 400 лет обострелись греческие попы. Лет 400 все высшие чины в нашем христианстве российском занимали греческие попы. А такие дела. И вот тут тогда возник вопрос. А была ли у нас у русских когда-нибудь более глубокая и более совершенная вера, чем то, что сейчас мы пытаемся возродить? Потому что сейчас возрождается почти практически всеми общинами именно тот культ, который проиграл все время в схватке с пришлыми духовными лицами, под их Владимир ввез в Россию. И сейчас те формы нашей веры, опирающиеся чисто на солнечный культ, они уязвимы от лжи, от лунных культов. И погрузившись в более древние пласты нашей культуры, я обнаружил одну такую очень интересную вещь. Дело в чем? Дело в том, что в самых древних временах наши предки поклонялись спирали, не свастики, не свастика была главным, скажем так, знаком русского народа, а именно спираль, спираль двойная, обегающая, спираль. Она очень часто встречается в орнаментах в той же трипальской культуре. Очень много спиралей в скифской культуре. Спиральные святилища разбросаны по всей России, особенно по северу. И я тогда стал разбираться, что же такое было. И какой-то момент я пришел к выводу, что в древнейшие времена главным объектом поклонения наших предков была вся вселенная, вся галактика наша. Не было каких-то особых персоналей типа Христа и Будды, а была вся галактика объектом нашего поклонения. И символом этой галактики была двойная спираль. Эту спираль двойную, удивительную спираль я нашел на Кипрском храме. И когда все стало понятно мне, картинка выстроилась. и получилась такая очень непростая картинка. Изначальным культом русского народа был культ галактический. И символом этого галактического культа была двойная спираль. поразительно то, что эта двойная спираль имеет форму вида сверху на наше ДНК. в двойной спирали был культ двух сил основополагающих Белбога и Чернобога, которые были родными братьями и сыновьями родов. и у каждого из них была своя функция. У Белбога сохранять существующий мир, а у Чернобога изменять существующий мир. Белый Бог, он консерватор. Он не хочет изменений. И это хорошо. Он держит форму. Но же эта форма слишком долго не будет меняться, она начнет деградировать. И задачей Чернобога было постоянное испытание той формы, которую держит Белбог. Он находил слабые места. И тогда Белбог мог менять форму и сохранять устойчивость систем. Интересно то, что в ДНК то самое. Одна отвечает за сохранение, изменения, другая отвечает за изменения. Точно так же, как ситуация Белбога и Чернобога. и сказано в Виллисовой книге «И бьются здесь Белбог Чернобогом, дабы не был повержен тот бог Свят Авид». Как писал Рыбаков, академик наш, известный, потом много писал о язычестве, главным объектом трипольской культуры веком поклонения было время, которое выражалось именно символом двойной спирали. Это обегающая спираль, она бывает в орнаментах многих народов. Эти спирали находят и там, где Турция, и дальше. вот, но потом произошло нечто. Это отдельный разговор, что именно произошло, но есть такое местечко у нас недалеко от того места, где я живу, километров 300 где-то может быть чуть больше. Есть речка Молочная. на этой речке Молочной есть святилище Шумун или каменная могила. И на плитах этой каменной могилы было обнаружено 150 плит с надписями на до Шумирийском письме. Академик Кейфишин их расшифровал. И там есть один текст очень любопытный, что 8000 лет тому назад произошел раскол, некий племенной духовный раскол, и люди отказались от почитания спирали двойной. И одни объединились вокруг культа Солнца, а другие вокруг культа Луны. Хотя до этого ни Луна, ни Солнца не были объектами религиозного поклонения. они были средством отсчета времени. Был лунный календарь, был солнечный календарь, и все. А тут вдруг как бы ни с того ни с сего они отказываются от своей старой веры, которая в себе все объединяло, и черное, и белое. И возник культ того, чего культом никогда не являлось. И самое главное, что здесь произошло, произошел отказ от почитания тьмы. В трипольской культуре, в те времена древнейшие, и белое, и черное почиталось равно тьмы. А тут система была нарушена, и в какой-то момент люди отказались от почитания тьмы, и стали почитать только то, что излучает свет. Солнце, луну, звезды. А тьма стала ими восприниматься как нечто враждебное. А выше я сказал, что Чернобог отвечает за изменения, за развитие. Белбог за сохранение формы. Такой крайний есть. Он не способен меняться. Но черный его заставляет двигаться, потому что находят у него слабые места. И когда был устранен из культа Чернобог, остался один белбог, то тогда что произошло с человеком? Его ДНК стала деградировать. Белая спираль через почитание светлых богов получала энергию, а Черная, отвечающая за изменения, не получала. процесс эволюции остановился. У кроманьольцев мозг был на 500 кубиков больше, чем у нас. Жители Сумгиря в стояночке такой, 26 тысяч лет едет, это были люди двухметрового роста и в плечах шире любого современного спортсмена. Это были здоровые и очень красивые люди. И люди, которые знали высокое искусство. То, что он находит, говорит о очень тонких знаниях людей и тонкой культуре. И вот с этого момента, когда мы разделились на солнечное и лунное, начинается деградация всего человечества. Мало того, что мы отошли от почитания тьмы Чернобога, мы стали отдельно почитать еще тельные сытые выглядят явления, одни луну, другую и солнце. И тогда мы стали получать подпитку от богов от космоса. Гармоничный человек древности стал разваливаться и превращаться все больше и больше в недочеловек. Но, как говорится, святое место пусто не бывает. И так как мы отказались от почитания Чернобога, для того, чтобы лодка, в которой мы не перевернулась, возник Черный культ. Знаете, когда все на один борт переходят в лодке, лодка переворачивается. Для того, чтобы лодка не перевернулась, один должен сидеть на правом борту, другой налево. Так будет нормально. А тут все вправо сбежали и стали тупо почитать только свет. Совершили обрезание Вселенной. И вот тут слева образовалось нечто. Я не буду вдаваться в источники происхождения, другая тема, откуда это пришло, почему это пришло. Но в Библии сказано, сначала у Бога народа не было. Он рвал народы в ярости своей. И была кровь их на ризах его. То есть народы были, но у библейского народа народа не было. народ. И тогда он решил создать народ для себя. И что любопытно, Цельс в третьем веке писал не пара Цельс, а Цельс. Это такая книга Доброе Слово. По-моему, Доброе Слово не помню. Вот Третьего века. И он пишет о том, что вот это большое удивление, что все народы почитают звезды, Луну, Солнце. И только иудеи почитают тьму и те образы, которые из нее возникают. А звезды, Солнце, Луну ни за что не считают. Тоже мысль портил Бельгяев в одной из своих книг о том, что все народы мира почитали Луну, Солнце, звезды. И только евреи смотрели себе под ноги и почитали тьму. силу того, что темный культ древний, в общем-то общечеловеческий, был отвергнут, но вместе возникает черный культ иудаизма. И поэтому и одежда черная во всех этих авраамидских культах, темных культах и хождение против осолонь вокруг Кааба или вокруг храмов. Есть такая теория торсионных полей, там сказано, что движение по осолонь это движение на развитие и укрепление. А движение против осолонь это на разрушение. Насмешило меня один раз, когда поздно в и сейчас я представлю своих гостей как всегда против часовой стрелки. И вот в силу того, что в какой-то момент мы стали отрицать своего чернобога, на его место пришел другой какой-то чернобог, какой-то другой черный культ, который стал активно вынедряться на земле. Я сейчас не буду лететь, откуда он пришел, что это такое вообще, это отдельная долгая тема. Но получилась картинка очень забавная. Сначала в лодке сидели все как надо, и лодка плыла как надо. Потом все сгрудились на правый борт, и лодка наклинилась. Потом возник черный культ иудаизма, ислама, христианства, и лодка уравновесилась. Но на этот момент у лодки оказались две силы, которые терпеть друг друга не могут. Лодка не переворачивается, лодка не тонет, но каждый гребет в свою сторону. И лодка совершает это судорожное и пульсивное движение, и не возникает общего движения никуда. Человечество не утонуло благодаря черному культу иудаизма. В этом, видимо, и была его миссия. Поэтому они ору, что они всех спасают от потопа. Точнее от потопления коллектива. Но при этом и невозможно никакое движение. Вот. И вот сейчас мы имеем очень такую забавную картину. Нет. какого-то единого вектора развития. И что в принципе получилось в нашей истории? Когда-то у нас был культ звёздного неба и непроницаем этим всего. Потом мы разделились на солнце лунопоклонников. Лунопоклонники ушли. Шумеры там образовали государство. Солнцепоклонники в Индию, в Пенджабе там организовали ведическое государство. кто-то остался задеть. А вот а потом пришёл коммунизм на смену христианство. А вот сейчас вообще непонятно, что. был культ Вселенной, потом был культ Солнца, потом был культ Луны, это христианство, потом был культ личности, коммунизм. А сейчас культ денег. Нижняя планка это превращение людей вообще в живот. Вот есть один момент очень интересный по поводу коммунизма. Дело в чём? Дело в том, что то, что мы называли эволюцией чешского духа, прогресс, развитие, на самом деле эволюция. Когда-то, когда на Земле господствовал галактический культ, люди себя почитали богами Земли. И у них было представление о том, что есть единая галактическая семья. часть этой семьи на Земле, а часть на небе. И поэтому у славян никогда не было раболепства перед богами. И они ставили в тупик всех иностранцев тем, что отношения с богами были родственные. потом какой-то момент мы почему-то стали себя считать не богами Земли, а детьми богов. Это уже было в язычестве. Потом мы стали вдруг себя считать рабами Божьими. Потом мы стали себя считать винтиками, болтиками, социалистического строительства. А в настоящее время активно насаждается идея о том, что мы просто биороботы. Мы клоны инопланетяне. И через нашу попсу насаждается новый способ рождения детей. Это дело Пугачёва, это дело Киркоров, вне семьи традиционной. Но при всём при том, что мы здесь видим явно неисхождение духа человечества, а не восхождение, его инволюция, не эволюция. Есть один хороший момент. Мы много крыли коммунизмом и коммунистическое социалистическое мировоззрение. Но надо быть объективными и понимать, что за чем следует и почему. в течение многих тысячелетий человека всё сильнее и сильнее сгибали Бога земли. Сначала делали сыном Божьим, потом рабом Божьим. И вдруг коммунизм всего формула человека звучит гордо. Человек именно в коммунистический период стала резко подниматься самооценка человека как человека. Да, там было много косяков. Да, там было много ненужного и преступного. Но этот мерзающий негодяй Ленин первое, что придумал это устранить всеобщую безграмотность и привести в каждую избу лампочку лича. Кому это было нужно? Это было никогда и никому не нужно. И это грамотно. А потом образование стало всеобщим. Свободная возможность получения высшего образования для всех сословий, для всех людей точнее. Слой уже не было. И коммунисты впервые тогда за много лет молчания заговорили о принципе спирали, о принципе движения всего, что есть под этим небом. И что получилось в коммунистический период? Если во время галактического культа мы были богами, во время солнечного культа мы были детьми бога, во время лунного христианства стали рабами, то в коммунистический период мы опять стали богами земли, но только без бога, без знания о душе, без знания о творце, без знания о посмертном существовании. Это было такое атеистическое язычество какое-то. Это было восстановление древнего отношения к природе, к человеку во многом. Но это была безбожная система и другой она бы быть не могла, потому что она шла по пути отрицания всего того, что было заложено в Библии, всего того, что унижало человека и делало его слабо. И в этом плане я считаю, что коммунистический период развития нашего общества, да и всего человечества. Это этап обратного восхождения к Бога человеческому состоянию. Коммунисты сделали одно очень нехорошее в кавычках дело. Они сделали образование доступным. Они сделали русский народ самым образованным и читающим народом в мире. И уже некие веры тут не пройдут. Люди хотят знать. И это было заложено именно в советский период. и поэтому Запад так истерично пытается провести везде десоветикацию, уничтожение всякой памяти о Советском Союзе, как своем главном геополитическом конкуренте, как о системе, которая впервые дала возможность человека самого себя уважать. Я отнюдь не поклонник коммунистического мировоззрения. Я никогда не был коммунистом, я предлагаю ребят родственник. Но объектив взгляд на такие вещи заставить признать за ним очень большую заслугу перед тем новым временем, новой эпохой, которая наступает. Что собственно со всеми с нами случилось за последние тысячелетия? Тот момент, когда не без помощи извне на землю было некое внедрение мировоззрение. на плитах каменной могилы Шуну написано, что где-то пять тысяч лет тому назад, точно не помню дату, было нисхождение детей неба с неба на землю. и поразительно там нарисован космический корабль. По-детски, но нарисован. И именно после нисхождения сеновей неба на землю трипольцы вдруг сжигают свои города и уходят на юг. Это же делают и жители Аркеима. Придли там в то же самое время. Верниевич перевел Фесский диск и там слова такие пронзительные. Россию не черлубит очи. Никуда от нее не едься. И вот внедрение это привело к тому, что наше мировоззрение стало однобоким. Говоря обычным языком мы стали консерваторами. Мы отказались от тех структур, которые отвечали за изменения, за эволюцию и развитие и стали почти только те, кто пытается сохранить все так, как оно есть. Чему это привело? это привело к тому, что наша ДНК в настоящее время почти уничтожена. Из 13 спиралей, там 13-ти витковая двойная спираль, белая и черная, у нас сейчас работают только две нижние, отвечающие, там, нижняя, самая нижняя отвечает за здоровье и красоту, и работает она на процентов 45 за спирали. Поэтому все процессы регенерации разрушены. А вторая спираль ДНК отвечает за семейные отношения, за возможность создания семьи, и работает процентов на 10. Любопытно то, что по статистике на земле сейчас 90% неблагополучных семей, и нормальная благополучная семья сейчас это какое-то чудо. То ли, как раньше семья, род были основой жизни нашего народа. И люди без труда создавали семьи, детей воспитывали достойными людьми. А сейчас это проблема прямо-таки. И в России сейчас бесплотных пар где-то 17% от общего числа. все остальные спирали, отвечающие за более высокие способности человека, не работают. И сейчас добивают вот эту вторую связь ДНК через узаконивание однополых браков, через суррогатное материнство. в Америке сейчас узаконено, по-моему, то ли 45, то ли 55, не помню точно, видов брака. Там сами на себе женятся. на собачках уже, по-моему, женятся и так далее. Какие дела. и навязывается активно формула о том, что традиционная семья устарела. остается только одна спираль, отвечающая за животное существование человека, чисто за его тело, чтобы оно было более-менее здоровым и более-менее красивым. И всё. Из 12 спиралей ДНК в рабочем состоянии по замыслу тех, кто это всё делает, останется одна. И та будет работать как у собаки, не больше. Ну, говорящие собаки. Чтобы этой собаке можно было отдавать команды, чтобы она эти команды понимала и правильно реагировала. Вот это сверхзадача. На протяжении последних тысячелетий религиозное мышление и русского человека, и всего человечества потеряло очень серьёзную деградацию. Мы пали так низко, что падать уже ниже некуда. Дальше только в лес уходить и на деревьях сидеть. и произошло это именно из-за того, что в какой-то момент мы перестали почитать силы, которые отвечают за развитие. Любопытно то, что вот этот знак двойная спираль, он выглядит как? в центре его находится знак, тот самый знаменитый знак иньян китайский. Но если китайский иньян, он находится в круге, то тот знак, который я видел на стенах Сипральского храма. Он имеет форму иньян, возникающего из спирали, из двойной спирали. Круг — это ограниченность и отсутствие развития. Спираль — это бесконечное развитие. Люди поклонялись бесконечным развитию, бесконечной эволюции человека и природы, и мира как такового. А потом возникла ситуация какая? Сначала мы почитали спираль как принцип вечного развития. Потом отказавшись от спирали. Мы стали прочитать круг, то бишь Солнце, как символ совершенства при всяком отсутствии развития. Потом мы стали прочитать полукруг, то бишь месяц. движение А потом мы пришли к некой точке. И мы сейчас в ней стоим. Движение про спирали — это движение вверх. Вечное развитие. Движение по кругу — это движение по кругу. Движение по полукругу — это туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Это было очень любопытно наблюдать в 90-е годы, когда сначала в 17-м году мы отказались от христианства и рванули в коммунизм. Потом отказавшись от коммунизма рванули в христианство. Потом немножко подумав, опять побежали к мотивизму. И пошло такое затухающее движение по полукругу. И движение остановилось. Сейчас Путин восстанавливает как морт России. Мы просто восстанавливаем свой дом. не имея ни малейшего представления, куда нам идти. Русский человек, да и любой человек, если он человек, он не может жить без какого-то высокого смысла. У нас он всегда был. мы были детьми Бога и с вытекающими сюда последствиями. Мы были рабами Божьими с перспективой вечной жизни. Мы были коммунистами с перспективой, что в будущем наши потомки будут жить Пикассо. И мы на это работали. У нас была идея. Всегда какая-то высокая идея, которую она двигала, которая нас вела. Сейчас такой идеи нет. Мы просто восстанавливаем разрушенное здание, окружаем его пушками, восстанавливаем экономику просто для того, чтобы банально выжить. ведь внешнюю угрозу никто не отменял и они нарастают, но у нас нет понимания, чего мы хотим. Путин делает свое дело, но не сможет дать народу вектор развития, это не его задача. путь у нас если мы хотим вообще куда-то идти, должен включать в себя равновесное отношение ко всему окружающему миру. И вот здесь мы подходим к моменту, мы стоим сейчас в точке, мы шли по спирали, мы бегали по кругу, мы бегали по полругу туда-сюда, затухающие объемы движения, мы сейчас остановились в точке. но по условиям эволюции духа долго стоять на одном месте нельзя, начиная со сползания. Остановка порождает тоску, неисхождение порождает страдания, лишь идущий вверх по спирали обретает полноту бытия. если мы прекрасно укрепим свою страну, если мы достигнем очень хорошего уровня жизни, но не обретем осознание того, кто мы люди, зачем мы нужны этому миру, какая у нас человеческая миссия и задача на земле, в какой-то момент, как и в Советском Союзе и как и в Царской России, великое государство рухнет без видимых причин, а рухнет потому, что где-то в народе в глубине, даже не создано, возникнет недовольство отсутствием движения, отсутствием развития, да, вкусно жрем, тепло и уютно спим, все хорошо, но ради чего? Вы понимаете, что с нами произошло? Потому, что ДНК у нас уже там практически ниже плинтуса, это понятно, но и мозг наш, зато на 500 кубиков меньше, чем у Краманьольца, он работает всего на 3%, у выдающихся людей очень, бывает до 10%, а все остальное не работает, но ведь это когда-то же работало, и 500 кубиков тоже работали, мы достигли вот этого объема мозга в процессе длительной эволюции, это мы только теряем, 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 у африканцев он еще меньше, он меньше нашего кубика, он на 200-300, но таки будем сползать, проблема в чем, Бог не тридит ненужного, и на земле невозможно жить просто так, сказано в панишадах, в махабхарате точнее, что человек рождается должником, он должен совершать священные ритуалы, он должен вести умеренный образ жизни, он должен оставить потомство, у панишадах есть момент очень интересный, там сказано так, что у праджапати, у владыки всего сущего, верховного Бога, было три вида сыновей, суры, асуры и люди три вида сыновей, суры, асуры и люди, и каждому из видов сыновей он уделил свой дел, сурам подавлять, асурам сострадать, а людям совершать деяния, подаяния, то есть совершать жертвопоношения. Жертвопоношение является наиважнейшей частью космической жизни. Сказано в тежу панишада, что когда человек совершает жертвопоношение, жертва летит на солнце, и оттуда возвращается дождем, порождая новую пищу, через жертвопоношение осуществлялся энерго-информационный обмен человека со всей вселенной и солнцем конкретно. за счет того, что на земле в свое время везде галили жертвы костры, система земля-солнца гармонично развивалась. Сказано в тех же панишадах, что существует два образа Бога, проявленные и непроявленные. у непроявленного образа Бога опора пространства, а у проявленного пищи. и нужно жертвовать проявленному образу Бога, то бишь нашему проявленному миру, ибо без жертвы Он умрет. И вот возникает удивительнейшая коллизия, и человек обретает совершенно исключительное место на Земле и в космосе. Если человек не будет совершать жертвоприношение, то Бог умрет. Но если умрет Бог, то умрет и человек. И возникает удивительное равновесие между Богом и человеком. И когда человек понимает, что от его действий что-то зависит во Вселенной, он совершенно по-другому начинает к себе относиться. вот те же папуасов было представление о том, что Бог создал мир и вводил его управление человеку. И он должен совершать жертвоприношение, ибо без жертвоприношения мир умрет. у человека у человека нет представления о его миссии, о его значении, о его месте и значимости во Вселенной. в течение многих тысячелетий от человека искусственно скрывалось его предназначение высокое земное и галактическое предназначение. человек это Бог в системе Богов. Так было во времена галактического культа. И у этого Бога в системе Богов была своя работа. он выполнял на благо земли Вселенной и самого себя. Человек является проявлением Бога. И он должен осознать это и понять свою миссию, свое значение как человек. Не только тогда он сам может на земле жить долго. Может быть не одну тысячу лет. Потому что сроки жизни человеку даются по той миссии, которую он на земле выполняет. И вся миссия обычного человека в современном мире встается к тому, чтобы родиться, жениться, нарожать, внуков дождаться и умереть. То на это и отпускается срок жизни. Но если он начинает осознавать себя Богом Земли, отвечающим за состояние Земли, заботящимся о Земле, о ее здоровье, человек является проявлением Земли. Мы работаем на одних частотах. Человек это разум Земли. этот разум должен исследовать организм тела Земли и вовремя ставить диагнозы и лечить Землю. И тогда и человек, и Земля могут существовать вечно. А мы как черви пожираем Землю и загаживаем ее своими испражнениями. естественно, для кайфа, тупого кайфа, многих жизней не нужно. И поэтому наркоманы, колосеведозы, за сиюминутный кайф они готовы жертвовать годами жизни. Потому что нахрена им такая жизнь? Нет интереса к жизни у людей. Потому что все эти религии и системы, которые выдвигают нам некие смыслы. Они выдвигают такие примитивные, тупые смыслы, типа американского, там, скажите, что-то банки, дом, ну, что-то, не помню, что-то. Да что, ради этого жизни, что-ли? Особенно касается русского человека. Потому что у русского человека во многом еще сохранилось много от того древнего ума и древней души. Русские всегда были падки на какие-то огромные идеи, огромные задачи. Мы малым жить не умеем, нам скучно. И вот сейчас наступает время, когда мы должны опять вернуться в заполни спирали, к галактическому культу. Культу двойной спирали. Россия прошла очень сложный путь. она очень дорого заплатила за то, чтобы иметь возможность обрести путь и помочь и обрести другим народом. сейчас мы находимся в фазе последнего противостояния с теми, кто много тысяч лет тому назад запустил процесс уничтожения человечества. как это сделано было, это отдельная тема, это очень долгий разговор. Скоро выйдет моя новая книга на эту тему. Там будут детали описаны. Россия наклоняй, встань-ка, сколько ее не наклоняй, она все навстанет. Мы это не раз демонстрировали. Верится в книге сказано, что раз гибло русское земля, страсть возрождалась. И там рассказано есть две мысли поразительные, которые зацепили меня очень сильно, и они со мной всю жизнь. Первый звучит так, все сотворенное не может войти в расторгнутый ум. премудрость великая. Святый Тавит, он же Велес, он же Первый и так далее. То есть все боги это одно. Когда мы начинаем делить мир, наш ум становится расторгнутым. И там рассказано, и бьются здесь, белбог с чернобогом, дабы не был повержен тот бог Святовиль, единый бог. Это созидательный конфликт, борьба чернобога и белбога, это борьба на сохранение, а не на разрушение. но в настоящее время тот предатель одежды чернобога, он является чистым разрушителем. чернобога. славян, он работал на эволюцию. Чернобог никогда не мечтал то, что должно быть. Волк в лесу убивает слабых для того, чтобы популяция просветала. в этом и была функция чернобога. Он доставил всех шевелиться, чтобы не заснули, развивались. А все то, что хлопало ушами, становилось пищей. За счет этого шло движение. Но в природе человека нежелание двигаться, желание оставить мгновенье, прекрасное мгновенье, но это очень чревато. Когда Мефистофель пришел к Фаусту, убито в его бессмертной книге, Фауст ему сказал, он хотел много знать, много видеть, и Мефистофель ему пообещал про все тайны мира. И он сказал, как только я скажу, остановись мгновенье, ты прекрасна, моя душа твоя. Ну, тут Мефистофель попал. Фаусту было все мало, мало, он все больше и больше интересовался. Мефистофель устал. И всего того, что никогда Фауст не сказал этих страшных слов, остановись мгновенье, ты прекрасна, он остался жить, его душа была сохранена. А нам пытаются постоянно подсунуть некие учения под видом окончательной и вечной истины. То есть нам пытаются сказать, скажи, остановись мгновенье, ты прекрасна. Как только мы это скажем, развитие любое и биологическое, и духовное остановится. У нас уже ничего ждать в будущем не будет. В настоящее время я запускаю большую работу под названием «Русский проект». это будет еженедельная лекция по скайпу для всех интересующихся теми проблемами, которые я обозначил и теми способами с мальчко так можно было выйти и что неприятная ситуация, когда мы все попали. есть способ восстановления всех сухих человек. И далее, самое главное, что с нами сделали, есть такой принцип «разделяй и ластры». Было сказано, раньше человек считал «я и Бог одно, все есть Бог и я тоже». Потом сначала сказали «Бог одно, ты другое». Человек это понимал. А потом вынесли главный конфликт самого человека. Его искусственно разделили на душу и тело и вдавили ему в голову эту идею идиотскую, что душа бессмертна, а тело смертно. И самая главная задача это спасти душу, а тело хрен с ними. а по словам чудиного академика нашего известного на надробных плитах анализ языческих захоронений показал, что у славян было представление о возможности в физическом теле уходить на звёздах. у славян было представление об общем бессмертии человека, о возможности общего бессмертия человека. А нам подсунули идею бессмертия только души. У человека восемь тел, четыре бессмертных по рождению и четыре смертных. Те первые четыре бессмертных стали смертными в процессе его прошлых воплощений в самых разных формах существования. Он их сделал их бессмертным. И задача человека и смысл его жизни по большому счёту заключается в том, что человек должен обрести общее бессмертие на земле. На земле сейчас существуют две страны. Страна смертных и страна бессмертных. и они рядом. И бессмертные на невозможность помогают людям найти к себе путь. Это описано в ведах, это описано во многих источниках. Очень много рассказыв легенд о людях, достигших бессмертия. Это не сказано. Это реальность. И вот что у нас было? Смысл жизни человека как человека на первом этапе достижения бессмертия. А потом уже другой смысл. Смысл бессмертного человека. Бога человека. В ведах описывается этапы пути человека. Там сказано как? Пока человек является человеком, он должен жертвовать богам. В процессе жертвопоношения он постигает границы могущества богов, постигает те или иные их качества. Знание делает человека тем, о чем он знает. Постигнуть те или иные качества богов, он сам приобретает эти качества и сам становится богом. И тогда люди жертвуют ему. Но когда он постигает свою истинную сущность, он поднимается над богами, и тогда боги жертвуют ему. Вот только три этапа эволюции духа человеческого, которую вы нигде не найдёте. Только в ведической духовной культуре. И поэтому первый и главный смысл человеческой жизни — это обретение бессмертия. И это не отрицается даже в Библии. В Библии сказано, что когда Господь создал Адама и Еву, Он сказал им, от всякого древа вкушай, но не вкушай, а древа познания добра и зла и от древа жизни, ибо тоже смертью умрёшь. А Змей сказал, нет, не умрёшь. Но знает Бог, что тот момент, когда вы вкусите древо познания и добра и зла, вы станете как боги, знающие добро и зло. И вкусил Адам и Ева вкушили от древа познания добра и зла и познали добро и зло. И что сказал Бог? Он сказал, вот вкусил Адам от древа познания добра и зла и стал как один из нас и убоялся Господь, дабы не постёр он руки своей ещё и к древу жизни и не стал жить вечно. И изгнал его из рая и ухода поставил огненный меч вращающийся и архангела Михаила, дабы тот никогда не смог найти дорогу в древу бессмертия. Весь библейский проект — это проект сокрытия от человека пути к бессмертию. сам библейский Бог признал, что человек может стать всезнающим и бессмертным Богом. И он этого не хочет. Он этому противодействует. Славяне себя считали детьми богов. Боги бессмертны. значит и славяне тоже могли быть бессмертными. На эту тему недавно выпустил лекцию «Украденное бессмертие». Она сейчас есть в интернете, ее можно будет посмотреть. И вот наш путь теперь, если мы хотим выжить как человечество, как русский народ, мы должны в себе восстановить то, что у нас и так есть. Достоевский писал о всем распредимчивости русской души. Это говорит о том, что в глубине души нашей, в глубинах нашего ума, до сих пор осталось вот то самое единое мировоззрение на уровне этих глубинных ощущений. И наши реакции, реакции приятия и понимания всех и вся, наша способность к прощению, что мало что обролдает. говорит о том, что вот то единое мироощущение не иссякло из нашей души. Оно было и есть и будет. И тысячелетие унижения и уничтожения русского народа ничего не дало. мы были тем, чем были. Мы этим оставили. Но за всем, я думаю, для первого лекции хватит моего монолога. Хорошо. Есть вопросы? Вопросы? Конечно, вопросы есть. Сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу и после этого перейдем к чтению вопросов реплик, которые поступали в чате Народного Славянского радио и на канале Ютуб. Итак, три с небольшой минуты у нас есть. Можем немножко расслабиться. Народное Славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части.